Привет, Ижи! Сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игрушку под названием Lightyear Frontier, что в переводе граница светового года. В чем фишка этой игры? Стоит огромный робот, маленький инженер, и на роботе написано Farmeh, то есть это робот, который работает на ферме, а инженер это пилот, собственно, этого меха. И играть мы будем именно за этого пилота. Так что погнали! Земля себя исчерпала. Вы из тех, кто отправился в звездный форпост, чтобы начать с чистого листа. Найти новый дом. Нормально, да? Потерпел крушение, встает, отряхивается. Типа, ну ладно, пойдем найти своего робота. Миссия начата. Начина-чина-чина. Очень прикольная, приятная графика. Единственное, сейчас я ее, наверное, подкручу. Все, готово! Идем искать нашего двуногого меха. Планета, похожая, дичайшая на Землю. Не зря ее выбрали. Птицы вот только какие-то неземные. Чего я хотел вообще, да? Прилетел на чужую планету, такой, блин, тут не похоже на Землю, но что-то похожее. Как минимум деревья и камни. Камни, на какую бы ты планету не прилетел, камни будут везде одинаковые. Вот, серьезно. Что Марс, что Луна. Камни, это разбитые метеориты, а поверхность планеты. Так что они везде одинаковые будут. Вот. Но потом они стираются в труху и превращаются в песок. То есть вот песок, под ногами у нас Земля, а это все вот они. Помехи. РИП-3Р. Хочет с нами связаться, на что-то не выходит. Вот что достал. Хватыга может ломать деревья, камни и другие материалы. Ничего себе, хватыга. Это шкирка. Сейчас я попробую сломать. Да, ломается. А вот, собственно, наконец-то вы меня слышите. Ну и акробатический номер вы мне тут показали. К счастью, судя по биометрике, вы прекрасно себя чувствуете. Первым делом нужно собрать вашего робота. Ну, как бы логично. Без робота я тут не выживу. Ему крепко досталось. Впечатало так знатненько. Интересно, с какой высоты он упал. И что вот это вот за сигнальные дымы? Я могу вот это подобрать? Нет. Это рука моего робота отваленная. Или даже нога. Нет, это рука точно. Рука. Что ж, присоедините двигатель робота и руку робота. А как мне это сделать? Мне нужно добыть? Калашмарить? Нет. Брать я не могу. Фонарик только включается. А, вон оно что. Нифигаси. Надо читать инструкции, а не использовать метод тыка. Что ж, ручка, давай попробуем тебя пришпандорить. Ну, я тогда понимаю, почему вот это хватыга, а не кирка. Потому что оно умеет как и хватать, так и долбить. А двигатель у нас где? По близости. А, вот он. А трактор. Хватаем. И попробуем сейчас скинуть его. Нет, не прицепилось. Все готово. Теперь переверните его как блинчик и залезайте внутрь. Нас ждет целая планета. Перевернуть. Так забавно, как плюшевый мишка какой-то прыгает тут. Словно маленькая игрушечка, я его переворачиваю. Нормально, нормально. Круто. Это опупительно. Найти свои инструменты. Но где же мои манеры, простите? Спустя 200 лет без гостей нетрудно одичать. Меня зовут Пайп3Р. Проще говоря, Пайпер. Вот та мигающая точка в небе, это я. Но довольно расшаркивание. Сейчас введем вас в курс дела, чтобы вы чувствовали себя как дома. Удар шипами хорошо справляется с камнями и минералами. Удар лезвием подойдет для деревьев. То есть, вот это для деревьев, это для камней. Я-то думал одним махом все это срублю, а нифига. Приятно, что предметы автоматически собираются в нашего робота. Теперь пойдем раздробим камни. Прикольно. Очень приятно, когда за тебя работают не твои руки, а механические. А это что у нас такое? Резинка. Требуется неизвестный инструмент. Ну, раз требуется, то как-нибудь потом вернемся к этому делу. А вот первый короб с моими, походу, инструментами, которые мне нужны. Тут еще, видишь, здания какие-то древние были. Возможно, цивилизация какая-то раньше тут жила. И мы с ней можем столкнуться. Семечка мед. Я подобрал. У меня теперь есть лазерный прицел. О, всем хана. Семечками застреляй, нафиг. А, правда, у меня семечек нет. Никогда не перестану удивляться. Ваш величественный робот, мощные инструменты и даже корабль. Проект Фермбот был поистине потрясающим. Как жаль, что в итоге его отменили. Восстановите сосновые вершины. Новое задание. Ух ты. А тут у нас... Что это, пахучая такая? Токсичная слизь. Если я на нее наступлю, я в ней погряз, вроде бы. Давай, вылезем, посмотрим, как это выглядит со стороны. А, нет, я не погряз. Добыть я не могу. Я сам по ней могу ходить, прям лазить. Я думал, что она меня поглотит, но нет. Она не поглощает, урон не наносит. Но написано, что токсичная. Но, видимо, не для нас. Шланг для полива подбираем. Это больше похоже на водяной пестик какой-то. Что, польем? Давай. Вот как она убирается, эта слизь. Вот и все. Давай-ка воду подкачаем. Воду, воду подкачаем. Слишком запущен аварийный алгоритм. Я всего лишь хотел подойти воды нагребсти свой пестик. Как это сделать? Нет снарядов. А, еще и снаряды нужны для этого. Я думаю, подошел, подкачал водистки и все. Но водистка что-то не подкачивается. Мне всегда было интересно, почему на Земле так быстро отказались от проекта фермбота. Они посылали нас, орбитальные зонды, на край Вселенной, искать пригодный для жизни планеты. Непростое дело. Правда, положение было отчаянным. Ну, теперь мы идем либо туда, либо туда. Ближе, конечно, сюда. Спринт есть? Ух ты, есть! Спринтуем! Если врезаться в дерево на всей скорости. Я получил по башне своей металлической, но дерево хоть бы хны. Окей. Как сменить оружие? Так, семечка мед мне не нужен. Вот. Пилить деревья! Да что ж ты будешь делать-то? Пилить деревья попробуем? Еще разок. Давай. Не, ну, конечно, как-то это странно. Может, тут деревья более стойкие к нашим пилам. Но мне кажется, что такой махиной, такой пилой распиливать эти деревяшечки нужно одним махом. Потому что по-другому это выглядит очень смешно. Пришли к еще одному ящику. Хочу попробовать подолбить по этим цветкам резиночным. Нифига не происходит им. Пылесос! Хм. И что он делает? Вакуумный сборщик собирает воду. А, вот кто собирает воду. Ну ок. Так же он еще может выпаливать сорняки. Вот я их и выпаливаю. Что ж, у нас получается вода теперь есть. И семечки теперь я могу стрелять, смотри. Интересно. Они тут вырастут, нет? Ну и отказ от звездного форпоста в пользу Марса тоже имел СМСЛ. Он гораздо ближе к Земле и позволил бы прокормить население планеты. Хотя бы на первых порах. Ну, для меня это уже не имеет никакого отношения. Я тут теперь семечки стреляю. А, стой, подожди. Вот я стрельнул, подбежал и собрал. Я думаю, откуда у меня семечки? Я же все выстрелил. Бежим туда, потому что уже вечер. Сейчас начнет темнеть. Надо фонари, кстати, включить. Беру свою водяную пушку. Не попаду. Не, не попаду я по ней. А жаль. А вот этой штукой, может, и попаду. Да, я попал. И семечки просто вот вниз падают. Не сбивая этих птиц. Видимо, очень мощные птички. Выглядит как будто вукан. Но на самом деле там еще одна пушка. Сейчас узнаем, какая. Открывай. Ух ты. Что это такое? Побегастрел. Сажает в землю деревья и крупные растения. У меня есть там снаряды какие-нибудь? Только представьте себе. На планеты Порпоста изначально прибыли тысячи людей. Это был риск путешествия в один конец. И в итоге их бросили. Но они выжили и процветает уже несколько поколений. Крепкие у вас соседи, а? Да, неплохо. Послушайте, я понимаю, что вы прибыли сюда, а не ради отменной почти. Да, я не знаю. Наверное, вы нашли корабль где-нибудь на свалке и отправились искать лучшие доли, правда? Можете не отвечать, это все уже не играет роли. Я просто радуюсь, что мне наконец-то есть с кем поговорить. Ну вот и радуйся. Поставить навес, разбить грядку, построить ночлег. Нужно найти полянку, чтобы это все сделать. Давай-ка зазосем этот цветочек. Синий красилек. То есть он для краски используется. Блин, я пока тут шарюсь, ищу место для своего лагеря. Только сейчас узнал, что у меня есть небольшие реактивчики, которые поднимают меня в воздух на недолго. Здорово. Прикольно. Стой, стой, стой. То есть я могу без проблем перевернуть своего робота, и чтобы его поднять, мне нужно просто вылезти. Офигеть. Так, стоим. Ну нет, выше я не залезу. Придется на своих двух подниматься. Сейчас, блин, куда-нибудь забреду, и хана мне будет. Как же все-таки здесь красиво. Очень классно. И я, кажется, нашел местечко, где я построю свою базу. Вон то сияние розовое, видишь? Пожалуй, вот там вот будет моя база. Куропаточки. Приветики. Нифига себе, я в нее врезался. Покормить. Я ее не сбил, не задавил. Я в нее врезался. Она поломала мне робот. Крепкая птичкуля. Все, пришел к этому месту. Тут вот какая-то странная штука есть. Поближе сейчас подойду, почитаю. Гнездо. А-а-а. Крысяшка тут живет. Ну, пускай живет. А я... Нифига себе, тут двери есть. И они, похоже, работают. Блин. Может, мне сейчас и не нужно будет ничего строить. Интересная штука, да? Какое-то древнее сооружение, но для чего предназначено, не понять. Возможно, это просто огромный арт-объект. Теперь уже все равно, неважно. Сейчас это самая обычная гора. Ну, прикольная гора. Все-таки я попробую войти через парадную дверь. Может, получится. Можно даже постучать шипом. Не, мне явно никто не откроет. А было бы забавно, если бы вышел инопланетянин и открыл мне двери. И сказал, что ты ловишься? А это что у нас? Странный камень. Надо их всосать. Где там насос наш? А, не всасывается. Что требуется шипастая пила? Пила. А это все пилится. Артефакт нашел. Анализатор. Интересно, что это такое? Давай посмотрим, что я потом... Это цены, цены. Тут еще что-то торговать можно. Обалдеть. Я подобрал анализатор, но я понятия не имею, где он у меня. Я думал, что в инвентаре, но нет. А там у нас что? Такая же штука? Блин, опять навернулся. Но я встал на ноги. Я встал на ноги. Подожди, давай я вылезу. А, так я же не сломаю своей киркой. А, нет, ломается, слушай. Ломается с стороны. А, не анализатор, а анализировать? То есть я подбираю что-то, не зная, что это. День-два. Тут еще дни считаются. Новые детали многое меняют. Ну, точно лучший робот на форпасте. Так, пошел дождь очень сильный. Я думаю, что пора бы уже на самом-то деле начать строить. И базу я буду делать здесь, рядом с водичкой. Поскольку мы будем делать ферму, вода нам жизненно необходима. А, так как я уже тут прилично пробежал, кроме как тут, я ее не видел больше нигде. А сейчас мне нужно вот эту жижу очистить. На этой полянке токсичную слизь просто убираем. Чтобы она нам тут, мамфик, не мешалась. Камни тоже надо будет сейчас убрать отсюда. Все, токсичная жижа. Отмылась. Теперь хочу разобраться с этим ящиком. Его можно сломать, распилить нет. Он, похоже, тут останется навсегда. Ладно, посмотрим, что построить можно. Мастерская под навесом. Нужно еще одну древесиночку. У меня тут где-то сломанная вот лежит. Я сейчас ее распилю. Шипастый пилой. А я что? Я же шипастой пилой ее пилю. В смысле она не пилится? А, вон, смотри, показывается индикатор, что типа серенькое. Это дерево никуда не денется отсюда. Ладно. Пойду тогда вот эти вот обгоревшие попробую спилить. Не хочется, на самом деле, тут красивую природу портить. А вот такие вот можно попробовать. Большая сосна. Из сосны неплохие доски получатся. Готово. Все, забираем. Мягкая древесина разблокирована. Теперь я могу строить всякие сооружения из нее. Ничего себе, я пыхчу, смотри, как трактор настоящий. Дай-ка я вылезу, гляну. Теперь продолжаем строить навес. Так, подожди. Вроде бы как я древесину добыл, но не добыл. Пойдем тогда вон тот пенек еще срубим. Странно это все. А, нельзя срубить. А вот это? Зеленое дерево. Вроде рубится. Готово. Вот, древесина есть. Смотрим. Можно построить. Ладно. То есть древесина и сосна это разная древесина. Я так полагаю. Раз из сосны я ничего не могу построить. Куда мы поставим навес? Блин. Сложный вопрос на самом-то деле. Наверное, вот здесь вот его поставлю. Тут отличное место ему. Готово. Это нам еще пригодится. Теперь нам нужно разбить грядку. Это что? Маслопресс. Сушильный шкаф. Грядка, грядка, грядка. Наверное, здесь вот клумба. Нет, это не то. Костер. Где грядки-то? Елки-палки. Маленькая палатка. Я что-то грядок... А, вот, маленькая грядка. Это то, что мы хотим построить. Маленькая грядка, ну, у воды, наверное, я... Нет, там нехорошо. Вот здесь вот отличное место. Давай. Это нам еще пригодится. Он будет повторять теперь. Все, что я буду строить, он будет говорить, нам это пригодится. Теперь нам нужно построить маленькую палатку. Офигеть, ты посмотри, какая грядка и какая палатка. Чтобы, если что, тут на меня кто-то будет нападать. Я просто вон туда с обрыва прыгаю и спасаюсь. Можно прямо вот так вот под наклон поставить. Смотри. Отлично. Жить будет проще. Ну, и сушильный шкаф нам нужен. Он для корма. Я думал, для меня, а нет. Для корма. Сушильный шкаф где-то, где-то я его видел. Вот он. Нужно найти растительное масло где-то. Нам нужно просто построить маслопресс и с помощью него получить масло. Вот и все. Маслопресс у нас будет стоять здесь, под навесом. Кто знает, может, он в дождь не работает, как в LEGO Fortnite. В принципе, все. Осталось только это построить. Добавить. Добавить максимум. Зажимаем. Все построилось. Зажимаем. Навес. Не весь, но частично построился. Открываем маслопресс и смотрим, что нужно для масла. Растительное волокно. У меня этого достаточно. Так что я заказываю. Ну, три масла, наверное, мне хватит. О, выплюнуло уже. Ну, ходи. Эээ, где пылесос мой? Иди сюда. Прикольно. Просто этот станок выплевывает масло и все. Вон, смотри. Так, дальше. Дерево нужно как можно больше. Я думаю, что тут, вот, видишь, очень много мертвого. Просто берем и вырубаем. А, он скажет, что это, да, это сосна, это же не древесина. Ты не сможешь построить из этого? Ну, как так-то? Стой, вот я беру. Да, это мягкая древесина. Неясно. А мне нужна крепкая древесина. Поэтому придется пилить деревья здоровые. Зеленые. Смотри, как он пилит-то. По-ауешному. То есть, если будет рядышком стоять несколько деревьев, он будет сразу несколько спиливать. Тут слишком маленькое, уж совсем упавшее дерево. Нам не интересно. Сосна тоже. Хотя сосну можно спилить. Сразу две. Ну-ка. Мягкая древесина. Ммм, не то. Вот это вот нам нужно. Блин, уже опять ночь, капец. Ну, не ночь, вечер. Это я забираю. Продолжаем строительство. Есть. Навес у нас построен. Дальше. Для грядки что там нужно? Растительное волокно и древесина. Идем теперь к палатке. Готово. Палатка построена. Осталось только сушильную установку поставить. Чем сейчас я и займусь. Вот. Но опять-таки же... Она под навесом ставится. Видишь, ее прям притягивает. Так что, окей. Будет она стоять, значит, где-то здесь. Для нее нужен камень. Где у меня тут? У меня же тут камешки где-то были. Вот. Вот он лежит. Один-одинешенько скучает. Пять камней. Все притащил. Сушилка готова. Значит, построить сушильный шкаф и что-то нужно изготовить. Изготовить корм в сушильном шкафу для корма. Стандартный корм. Опс. Я один сделал. Кажется. И он, скорее всего, отправился ко мне в инвентарь. Нет, не отправился. Он где-то здесь лежит. А, вот он. Вот он лежит. Сейчас я его подобрю. Все. Стандартный корм у нас есть. И накормить трех животных. Окей. Но прежде я предлагаю сходить в маленькую палатку. Посмотреть, что там у нас. Логично. Поспать могу. Уютность. Непонятно, что дает эффект. Закрой глаза. Вы можете найти дополнительные ресурсы в дикой природе. Пока что это заблокировано. Стройте украшения рядом с домом, чтобы повысить его уютность. Стройте большие дома, чтобы получить больше эффектов уютности. Ясно. Ну, давай сейчас поспим. Все равно ночь. День три. Как приятно. Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Так как сегодня идет дождь, вам не придется поливать все растения. Может, посеять и новые семена, им дождь тоже пойдет на пользу. Ты видишь дождь? Уже все. Уже снег, по-моему, идет. В общем, ладно. У меня все равно куча дел. Нужно покормить животных. Нужно покормить животных. Теперь оно полито и должно расти. Что ж, пошли искать семена и какую-нибудь животинку. Неудачно я грохнулся. Что вот это у нас? Скорее всего, если я уберу здесь камень, то образуется небольшой прудик. Так, надо это проверить. А, не могу сломать, прикинь. Шипастая пила нужна. Но, короче, не получается у меня тут ничего сделать. Пойду искать животинку. Птички, вы-то мне нужны, чтобы вас покормить. Привет. Ага. Как твои дела? На, капчик. Так, а что это я вылез со своего трактора? Ну, я покормил одну птицу. Зверек сын. Я в грудину к тебе залез. Если ее ударить, она сразу топит. Но я ей даже урон на самом-то деле не нанес. Поэтому, как бы, не страшно. Пойду, сделаю еще еды. Но прежде, вот тут вот я вижу резиночку. Надо ее взять. Это, конечно, не та семечка, которую я бы хотел посадить. Где-нибудь есть тут еще что-нибудь? О, кстати, пока тут надо деревья попилить. Поскольку у меня аж там с этим беда. Тут я получу заодно семечки для деревьев. И еще там высажу у себя целую кучу. Нашел цветочек. Возьму его. Крыса, смотри, ходит. А, точно, точно. Там же он у них ловила. Это огромное. Привет, мышки. Какие они прикольные. Я их тоже могу покормить. Видимо, здесь нет никакой опасной животинки, раз все они довольно доброжелательны. Я их могу кормить. О, новый цветочек нашел. Ну-ка. Что это? Красный красилек. Пришел домой, чтобы наделать еще две порции еды. Подобрать масло, которое изготовилось. Значит, два стандартных, пожалуйста, мне. Можно даже десяток, наверное, сделать за раз. Вот. Теперь семечко надо посадить и потом восстанавливать сосновую поляну. Семечко. У меня опять дерево есть. Ну, как бы это тоже семечко. Сейчас попробую сюда его. А, нет, сюда нельзя обломку посадить. Нужно что-то другое найти. Окей. Тогда... А, кстати, где я дерево посадил? Вот. Здесь тогда рядышком еще одно посажу. Поливаем. Все готово. Деревья пусть растут. А теперь сюда посадим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все посадил. Поливаем. Ну, мне кажется, что это будет достаточно. Собрать алюминиевый стержень. То есть, в плане производства я даже не знаю, как алюминиевый стержень сделать. Подхожу к сосновым вершинам снова. Не знаю, что там делать. Попробую найти что-нибудь в дневнике. Восстановить сосновые вершины. Что написано? Здесь что-то произошло. Уберите слизь и сорняки, чтобы восстановить... А, слизь и сорняки просто убрать. Так, нет проблем. Сейчас почистим. Вода есть, правда, не так много. Готово. Вот это что за прогрессивная шкала сверху-то. А я думаю, почему у меня 37 там вечно горит. Теперь все понятно. Это проценты уборки сосновой поляны. Ух ты, смотри, я пещерочку тут нашел. Пойдем прогуляемся. А тут классно. Я бы сказал, прям очень классно. Ух ты. Вау. Обалдеть. И тут есть артефакт. Интересно, я до него доберусь. Вообще на изи. Так, эти грибочки, они, может, пружинить умеют? Да нет. Красный краситель. Ну, без... Хотя могу срубить. И без трактора обойдусь. Но, правда, вот как подобрать это все? У меня же нет огромных сумок при себе. Так, тут у нас вот еще один артефакт. Отличная находка. Я слышу, что еще где-то артефакт есть. Всего я тут собрал 5 из 9. Скорее всего, где-то наверху еще есть. А, вон там точно. Там есть. Что ж, полезли наверх. Тут даже дорожечку для нас сделали. О, бля. Чертова. Здесь еще один. Пришел, короче, убираться. По итогу артефакты бегу, собираю. Не достаю. Ну, давай. Есть. А вот это что? Яйцо. Яйца. Обнаружен ресурс. Чьи-то яйца спер. Ай-яй-яй, какой он нехороший. Теперь прыгаем вот сюда. Не перевернуться бы. Все. Обошлось. Остался последний артефакт. Ну вот и четвертый день настал. Доброе утречко. Я поспал прямо в своем роботе. Нет, ничего лучше. У меня хорошее предчувствие. Сегодня мы наверняка сделаем потрясающее открытие. Ну, пойдем. Все, что мне необходимо, это сделать, восстановиться снова вершины. А алюминиевый стержень мне уже, видимо, не нужен. О, отлично. Нашел водичку. А то у меня пустые баки были. Ну все, теперь можно идти... Ай-яй, я еще и утонул. Вообще зашибись. О, кстати, от третьего вида я теперь могу играть. А как это я сделал? Я и не знал, что тут вид можно переключать. Ничего себе, смотри, как я поворачиваюсь. Прикольно. А как, а как это, как вообще вышло? Блин. Нашел, короче, кнопку, которая вид меняет. Я поиграю теперь, наверное, вот так вот. Конечно, робот двигается не очень в таком положении, но... Ладно. Пойдем попробуем от слизи вот это очистить. Тут все готово. Долой слизь! Вода, конечно, неимоверно на нее тратится. Кстати, а я-то сам плавать умею? Нет. Меня сразу в робота откидывает. Давай посмотрим от третьего лица, как реактивчики работают. Прямо из задницы. Понятно. Я, если честно, думал, что у меня в ногах они. 90% очищено. Осталось совсем чуть-чуть. По всей видимости, регион восстановлен уже. Ничего себе. Ничего себе. Помогло. Экосистема стремительно восстанавливается. Сколько тут кружу, а такое вижу в первый раз. А сколько отчетов от меня ушло на землю, что вот же он, новый дом для человечества. Возможно, для этой планеты еще не все потеряно. Ну, круто. Милости просим, приезжайте, когда я тут все восстановлю. Хотя нет, лучше не приезжать. Я тут буду жить один. Побежали теперь домой. Огромное вот это дерево мне почему-то Вальгал напоминает. Ох, да ты посмотри, как у меня тут резинки-то выросли. Круто, круто. Регион восстановлен. Сосновые вершины. А вот они, алюминиевые стержни. Блин. У нас беда. Проверьте урожай. Доброе утро, Соня. Мне было так радостно, когда мы вчера восстановили тот регион. Может и сегодня получится сделать что-то хорошее. Присматривайтесь, хорошо? А, это они загрязняют все. Вот дела. Лопните токсичные пузыри. Окей. Где-то моя пушка водяная. Блин, вода закончилась вообще не в подходящий момент. Но несколько токсичных коробочков я достал. Надо... Блин, как они лопаются-то, а? Туши пузыри! У меня не было и сомнений, что вы справитесь. Блин, теперь эту жижу все тут отмыть нужно. Блин, лучше вот это все убрать. А то я на следующий день проснусь, а они опять взлетят. Давай-ка я их просто вот так вот. И все. Новый рецепт масла резинки у меня открылся. Ммм. А вот это что? Это цветочек какой-то. Да, это цветок. Алая капуста. Семена алой капусты. Наведите указатель на инструмент и нажмите Е и Р, чтобы сменить боеприпасы. Короче, ладно. Я пошел за стержнем. Я примерно понимаю, где он находится. Я вначале думал, что это просто камни. Ну ладно, минералы. Но что это алюминиевый стержень до меня дошло после того, как мне показали заставку. А еще я не все артефакты тут достал. Смотри, я регион восстановил. Тут появились новые животные. Тут вот кристаллы, которые мне показали. Шипастая пила нужна. То есть не ударник. Но пила тут тоже не может справиться. Почему-то. Видимо, пока что не дано мне это. Смотри, как тут теперь зелено и красиво. Обалдеть. Ай да я, ай да молодец. А вот и стержни эти. Что ж, попробуем что-нибудь отсюда высосать. Или, наверное, нужна шипастая пила. О, точно! Наконец-то! Теперь я могу делать кучу нового. Новый рецепт, новое сооружение, новое оборудование. Перегрузка. По всей видимости, у меня очень забит инвентарь. Ну да, действительно. А, теперь из-за того, что я перегружен, не могу спринтовать. Я дома. Теперь можно посмотреть, что там построить я могу. Сборочное устройство. Забирает сложные предметы из разных материалов. Можно, в принципе, построить. Только вот камни нам нужны. А камни у меня тут на поляночке валяются. Здорово. Надо их убрать отсюда, чтобы не мешались. Масло есть. Можно строить вот эту установочку. Сейчас я ее разверну. И вот сюда. Теперь закидываем ресурсы. И готово. Сборочное устройство у нас есть. И я могу делать алюминиевые рамы. Нафига они нужны? Алюминиевые детали и токсичные споры. Ладно. Посмотрим, что еще я там могу соорудить новое. Вот тут вот есть у меня что-то. Депо улучшений. И есть еще деревянный указатель. Знак, на котором можно писать самому. Но для кого? Тут же никого нет. Сейчас еще соберу себе огромный ящик. Его только вон там вот сейчас поставлю. Рядом с домом. Рядом с палаткой. Тут куча всего. Что мне не нужно сейчас. Ну вот, собственно, и все. А уже капец как вечернее. Но я все-таки пойду еще за алюминием попробую сходить. Ну что, алюминчик? Ты мне нужен. Желательно в больших порциях. Я успел до следующего дня. Так что строим по-быстренькому здесь вот это депо. Вот так. Строим. О, да. Теперь выходим отсюда. Робот мой пускай тут стоит. А я посмотрю, что я могу ему улучшить. Депо лучше, а не требуется пристыковать робота. А я разве не пристыковал? Наверное, нет. Как его вот сюда вот может поставить? Нет, видимо. А, вот, взаимодействует. Вот, теперь все. Состыковался. Ага. Ну давай посмотрим, что я там могу сделать. Ух ты, елки-палки. Прицел, семечка, мёта, шланг для полива, всплеск. Во время использования шланга для полива зажмите эту кнопку, чтобы накопить энергию и выстрелить всплеском. Ясно. Объем резервуара для воды. Вот это я бы прокачал обязательно. Шипастая пила, мощность 1. Нужны алюминий стержень. И у меня их дофига, поэтому можем сразу прямо улучшить. Тут я могу что-то... А, масло, алая капуста нужна и энергетическое ядро. Для шипастой пилы урон 1. Вот это да! Мои сканеры не соврали. В этом уголке форпоста действительно оказался человек. Меня зовут Долорес. Для друзей просто Лола. Я занимаюсь торговлей. Будем знакомы. Я добавлю вашу платформу в свой маршрут. Если что-то будет нужно, встретимся там. А вот и торгаши подъехали. Ну пон... А, я всё, я спать. День шестой. И дождь пошёл. Утречка. Надеюсь, вы выспались. Не могу налюбоваться на ваши вчерашние украшения. У вас хороший вкус. Какие украшения? Я только чуть-чуть апгрейдил своего меха. Значит, я остановился на шипастой пила урон 1, прокачав мощность пилы. Теперь я могу разбивать более устойчивые материалы пилой. А вот это позволит мне разбивать материалы за меньшее количество ударов. Всё ясно. А это что? Мощность реактивных ускорить? О, это я бы прокачал. Но энергетических ядер у меня нет. Это что касается улучшений. Есть ещё модификация робота. Ты посмотри. Я разные части робота смогу приделывать. Вот это здорово. Но пока что у меня ничего нету, кроме стандартных запчастей. Окей. Я насмотрелся. Игрушка крутая. Но, к сожалению, это ещё демо-версия. Полная версия, по-моему, 14 марта должна выйти. И тогда мы в неё зарубаем по полной. Ну, а пока я ещё попрохожу демо-версию. Если будет достаточно лайков, например, 3К, то ты сможешь увидеть это прохождение. Так что, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Вот прямо сейчас листай вниз и ставь лайкос. И подписывайся, если ты ещё не подписан. И до встречи в новом ролике. Так что, увидимся.